Вокруг такая обстановка, что вот она настраивает на то принятие отдохновения субботнего покоя. Природа вокруг, озеро хорошее, травка подстрижена, народ ходит по территории, которого бояться не нужно. Конечно, каждый пытается показать свою доброту, ну я не имею ввиду, пытается только, но и показывает, да. И все хорошо, друзья. Но наши родственники, вот мои лично, вот Сережина, там еще некоторых братьев, наши родственники остались в Донецке сегодня, вернее, вот утром жена приехала с Киева в Донецк. Я ей позвонил и спросил, как там обстановка? Она говорит, ну еду на работу, вот и вижу такие афишки висят, где написано, что если в случае там каких-то военных действий или бомбежки, то вот туда бегите, туда и туда. Мы с вами сегодня воспринимаем этот вечер, как действительно отдохновение для сердца. Мы потрудились, кто в каком, в какой сфере. Ну, сейчас отдохновение. А давайте вот несколько, буквально секунд мы представим наших братьев и сестер в Славянске. Вот пятница, вечер, света нет, воды нет, в магазинах продуктов немного. Они на работе всю неделю не были, потому что многие из них, ну, наверное, немногие, а все, кто остался там, они не работают, работы нет. И вот наступает вечер, скажите, как они воспринимают вот сегодняшний вечер, вот сегодняшний пятничный вечер, как они воспринимают, как вы думаете? Вот кроме отдохновения, кроме субботнего отдохновения, как вы думаете, что первичное у них? Мне кажется, на мой взгляд, что отдохновение это вторичное сейчас. На первом месте что-то другое у них. Как вы думаете, что? Ну, я думаю, что, может, даже для верующего и не так это первично, я вам честно скажу. Мне кажется, что первичное там в сердце, вот еще раз пережить вот это понимание, в чьих ты руках находишься. Независимо, ты завтра останешься жить или не останешься. Но вот именно вот такое чувство, что сегодня хочется еще раз пережить вот это понимание, в чьих руках ты находишься. И поверьте, что вот многие из проживающих сейчас на Востоке, вот именно так мыслят. Хочу вам рассказать то, что произошло буквально некоторое время назад с моими детьми. Это было три месяца назад. Наша старшая дочь со своим мужем и с маленькой дочкой, тогда ей было четыре месяца всего, что они летели с Киева в Донецк. Ну, так получилось, что им надо было ехать, но поезд как бы не хотелось с ребенком поезде, и поэтому они нашли самый дешевый рейс на самолете и перелет сделать с Киева в Донецк. Тогда мы были, я лично был в Буче, здесь было мероприятие, и они должны были вылететь в восемь часов, в десять часов быть в Донецке. В десять часов я им позвонил, и я думал, что они уже дома, и спрашиваю, как вы долетели, а дочь говорит, да нет, пап, мы еще не вылетели, рейс задерживают. Ну, задерживают, так и задерживают, хотя у меня как-то было побуждение, до этого я остался в комнате, помолился, и вот только на следующий день они мне рассказали, что на самом деле произошло. Оказывается, рейс не задержался. Самолет подали вовремя, они вовремя прошли вот там регистрацию, пошли, сели в самолет, и самолет взлетел, в восемь часов самолет взлетел. Он набрал высоту нужную, и буквально через пять, там, семь минут уже полета в салон пошел дым. Не просто запах дыма, а пошел дым в салон. Как вы думаете, что там началось? Это была страшная паника. Это не просто паника, это была страшная паника. И я не нахожу других слов, как одно, что люди орали. Женщины, мужчины, независимо, кого они представляли в этой жизни, они просто орали. Ребеночек испугался, она никогда такого не слышала, она заплакала. И вот Илон, и муж встал, говорит, люди, что вы делаете? Ну, успокойтесь, сейчас самолет развернется, он сядет в аэропорту, и все будет нормально. Ну, в принципе, так и было. Самолет развернулся, пошел на посадку. Ну, и, как бы, интересный момент один, люди готовы были разорвать всех и вся. Пришел администратор и сказал, мы вам компенсируем, мы вам выдадим талончики на 70 гривен покушать в кафе. Этого хватило, чтобы люди сказали, ну, ладно. Ну, я имею в виду, что вот как люди, что вообще люди чувствуют. Как вы думаете, какой вопрос интересовал меня в отношении моих детей? Ну, на ваш взгляд, какой вопрос меня интересовал? Сохранили ли они веру? Вы знаете, меня не интересовало, молились они или не молились. Меня не интересовало, кричали они или не кричали. Меня интересовал только один вопрос. Вообще, ваша внутренняя реакция какая была? Вот что вы почувствовали? Ну, и дочь мне говорит, ты знаешь, папа, конечно, было неприятно заканчивать жизнь, когда у них там новый виток жизни, и дочь любимая на руках. И говорит, неприятно было, конечно, что вдруг так может жизнь закончиться, но истерики не было. И для меня это было самым лучшим, что вообще мог я услышать от своих детей. Потому что, друзья, наступают такие моменты в жизни, когда мы четко понимаем, в чьих руках мы находимся. Хочу вам сейчас сказать то, что везде и всюду, каждую субботу, если мне приходится проповедовать, я напоминаю верующим людям. Друзья, в нашей жизни есть необходимости, а есть преимущества. Обычно все люди расположены, чтобы было больше преимуществ в жизни. И вот как вы считаете, вот ваш приход сегодня на это место, это необходимость или преимущество? Да, наверное, преимущество. А вот в славянске, там, собрание где-нибудь-то в таком месте, это необходимость или преимущество? Да. Вот хотелось бы сегодня напомнить, друзья, если Христос для нас сегодня необходимость, если жизнь с Ним – это для нас необходимость, если Его Слово для нас необходимость, даже если мы живем в такой атмосфере, где не надо прятаться и не надо переживать, что завтра с тобой будет. Если Христос – необходимость, если Его Слово – необходимость, если Церковь – это необходимость, если посещение богослужения – это необходимость, то завтра, когда ты земли под ногами не чувствуешь, вот тогда Христос будет великим преимуществом, потому что наша жизнь будет в Его руках. И я думаю, только вечность откроет, почему так случилось на первых минутах полета того рейса, а не в середине полета. Понимаете, да? Только вечность откроет. Из-за чего? И самолет вернулся назад. Пусть Бог нас благословит, чтобы сегодня мы с вами пережили заново вот это понимание. Это слава Богу, что мы не находимся там на Востоке, в Славянске, но все же хотелось бы, что нечто подобное мы переживали, находясь на этом месте. Хотелось бы еще раз помолиться перед проповедью. Давайте мы помолимся. Милостивый, добрый Отец наш, мы очень благодарны Тебе за то, что дал нам радость прожить эту неделю, дал нам радость понимать Тебя и слышать голос Духа Святого и Слова Твоего. Благодарны, Господи, за ту радость, которую Ты даруешь нам сегодня в этот вечер. Мы можем собраться вместе, поклониться Тебе, петь во славу Твою, Господи. Но мы также понимаем, что сегодня кому-то может быть совершенно не так, как нам. И мы Тебя просим, Господи, вместе с нами в этот вечер благослови всех живущих на востоке Украины, особенно наших братьев, сестер, наших родных, близких, все, кто остался там, Господи, благослови их Твоим посещением свыше и дай им в сердце вот этот ответ на их нужду, на их необходимость в Тебе. Дай им Твой ответ в Слове, в действии Духа Святого, во влиянии на их сердце. Благослови нас, Господи, на эти минуты размышления над Словом Твоим, во имя Иисуса Христа. Аминь. Хотелось бы сегодня, чтобы мы с вами рассуждали на тему, которую я назвал переосмысление. В принципе, в последнее время об этом больше думаю, стремлюсь об этом больше думать. И хотелось бы вас спросить, как бы вы ответили, что такое переосмысление? Переосмысление. Вот что это такое? Пожалуйста, скажите. Еще раз подумать, да. Пожалуйста, вот сестричка вы. Переоценка каких-то ценностей. Да, еще. Свежий взгляд на те вещи, которые уже знали. Еще, пожалуйста. Анализ прошедшего пути. Да, и к этому всему я бы хотел еще сказать. Переосмысление – это особое состояние осознания. Особое состояние осознания чего-то того, что нужно осознать. Друзья, без переосмысления в духовной жизни движения не бывает. Да, даже в простой, в нашем физическом развитии, эмоциональном, психологическом, без переосмысления мы не становимся взрослыми. Скажите, вот человек на каждом этапе переживает осознание, что он каким-то стал другим. И даже взрослые люди, достигая чего-то, мы с вами тоже переживаем вот это переосмысление, новое осознание. В духовной жизни тем более. Мне бы хотелось привести такой пример. Вот вспомните, притчу о блудном сыне. И вот блудный сын находится у корыта с рожками, рядом вот эти вот, ну, как бы, ну, эти животные, да, которые вы знаете. И он просто думает, вот, и описано вот это состояние его, пришед в себя. Это что? Это и есть переосмысление. Это особая форма осознания. Он что, не знал, что его отец хороший, что у отца все хорошо, что дома чистая постель, что раньше там все было в порядке. Он это и раньше понимал, так как и мы многие вещи понимаем, просто понимаем. А потом на те же самые вещи мы смотрим совершенно по-другому. Они очень остро влияют на наше сознание. И наступает момент переосмысления, особое состояние осознания. И вот именно вот это состояние побуждает. Встану и пойду. Я хочу жить по-другому. Мне бы хотелось сегодня, чтобы мы с вами рассмотрели эту тему, потому что все то, что происходит в мире вокруг нас, нас, адвентистов, подводит к тому, что необходимо пережить переосмысление. Особое состояние осознания. Потому что мы многие вещи знаем, как само собой разумеющиеся. Как само собой разумеющиеся. Но эти вещи, которые мы знаем, духовные, многие из них не влияют на нашу духовную жизнь. И только после вот этого момента переосмысления, вот этой точки особого состояния осознания, происходит нечто совершенно другое. И вот, вы знаете, однажды я обнаружил, что Бог все делает, чтобы сначала провести человека, как неверующего, так и верующего, через вот это состояние переосмысления. И вот хочу вам привести сегодня некоторые примеры. Сначала мы возьмем неверующих людей, а потом посмотрим, как это происходило в жизни верующих людей. Вот я взял однажды, ну, это для меня был особый опыт, я не хочу там в подробностях его рассказывать, ну, особый опыт осознания вот того примера библейского, как Бог пытался привести людей к особому состоянию осознания, к переосмыслению. Это самых великих грешников. Самых великих грешников. Как вы думаете, самый великий грешник – это кто? Вот из Библии, из истории библейской. Это кто? Ну, это он сам сказал. Но мы же знаем, что он не грешник. Все люди грешные, и без разницы, один ты грех сделал или 150, но об одной категории грешников сказано по-особенному. И они особенно хранятся до дня суда. Никто так не хранится, как они. Они хранятся под толстым слоем пепла и соленой воды. И именно о них сказаны вот такие слова. Если у вас есть Библия, открывайте, пожалуйста. 13 глава, 13 стих, Бытие. Бытие, 13 глава, 13 стих. «Жители же Содомские были злые и весьма грешны пред Господом». «Жители же Содомские были какие?» «Злые, и если грешны, то какие?» «Весьма». Понимаете? Да. И вот вы знаете, однажды, вот именно в этой истории я увидел то, чего раньше просто, ну как, я читал, осознавал каким-то образом, но остро не чувствовал. А что именно? Вот я спрашиваю вас, Бог пытался спасти этих злых и весьма грешных людей? Пытался спасти? В какие моменты истории вы знаете, что Он пытался их спасти? Вот по-библейски. Мы знаем Бытие, несколько моментов, где очень четко показано, что Бог пытается спасти жителей Содома и Гаморы. Назовите мне эти моменты. Что? Лот пришел жить. Да, через это было влияние. Еще, пожалуйста. Война и Авраам спасает. Да, еще. Да. И вот вы знаете, когда ангелы пришли, а когда Авраам торгуется со Христом и говорит, а может быть все-таки, ну вот, и вот 10 человек, может достаточно? Достаточно. И вот однажды, друзья, вдруг я начинаю понимать, что, ну вот, не просто так Господь имеет подход к великим грешникам. Это не просто так. Он, ну вот, вот Лот жил, вот вы увидели его жизнь, ну хотя не совсем правильно, ну хоть увидели, вот на основании этого я вас буду судить. Оказывается, нет. Оказывается, для того Бог делает все, чтобы привести в особое состояние переосмысления. И вот давайте мы сегодня прочитаем несколько моментов. Я напомню вам. 14 глава Бытие сообщает, что, вот заметьте, заметьте, я прошу прощения, вернусь назад. Если сказано, что пришли ангелы и торгуется Авраам, это в 18 и в 19 главах Бытие, то еще в 13 почему-то Бог сообщает, что эти жители были весьма грешны, очень злы, и Бог начинает действовать. И вот 14 глава открывает нам историю. В чем она заключается? Четыре царя пришли воевать на эту землю, завоевать всех этих людей и воюют против пяти царей. Вот мне бы хотелось, чтобы мы с вами некоторые детали сегодня заострили для себя. А еще у меня к вам просьба есть. Пожалуйста, попытайтесь сегодня некоторые вещи принимать не просто слухом, а представить в своем воображении, как это могло вообще быть. Пусть это оно будет немножко по-другому, но все-таки нужно представить, как это могло быть. И вот представьте себе, пришло несколько царей. Как вы представляете, если собралось девять царей, сколько народу военного собралось на долине? Человек 150, я думаю. Трошки больше, 170. Ну, представьте, девять царей пришли воевать. Сколько народу собралось? Ну, несколько тысяч, как минимум. Ну, не может же быть царства тысячу человек, у него царство. У него минимум несколько тысяч воинов. И вот эта деталь, ну, на будущее, вы понимаете, она понадобится нам. И вот произошла быстро битва такая, и были взяты в плен. Ну, понятно, кого-то убили, кто-то лишился жизни, несколько человек, написано, убежали в горы. Всех остальных, всех-всех-всех остальных забирают в плен и уводят. И вот здесь начинается самое интересное, то, что я как-то раньше остро на это не обращал внимания. Кто должен был в первую очередь пойти в плен и не пошел? Вообще не пошел в плен. Цари! Друзья, цари! Вот понимаете, царь задавал тон жизни всему царству. И вдруг так получается, по какой-то случайности именно цари не попадают в плен. Мы с вами дальше знаем развитие вот событий, мы знаем, что здесь произошло, и я понимаю, что это от кого было, что они не попали в плен? От кого это было? Вы что думаете, это случайность была, что они побежали, упали в яму, и их просто вот так прошли? От кого это было? Нет мнения в этом зале? Ну, как вы думаете? Что-что? Ну, я думаю и уверен, это было от Бога так сделано, что они не попадают в плен. Потому что Богу важно, чтобы они пережили переосмысление, но не в кандалах со всем народом, а совершенно с другой позиции. А теперь давайте мы посмотрим на эту позицию. Яма, где добывалась смола. Люди эти были, может быть, в военных доспехах, но все-таки в каких доспехах? Простого солдата или... Было видно, что они цари? И вот представьте, что в этом царском одеянии, хотя в военном, но в царском одеянии, они попадают в яму, прилипли там, ввозятся, потом понимают, что это для них может быть спасением, затаились, и вот все люди уходят. На долине затишье никого нет! А теперь я хочу вас спросить, скажите мне, пожалуйста, что происходит в разуме этих людей, которые сидят в яме? Как вы думаете? Как бы вы назвали это состояние? Ну, паника, шок, а еще? А я думаю, что там и был момент переосмысления. Вернее, должен был начаться момент переосмысления. А знаете почему? А давайте мы вот просто так порассуждаем. «Вчера по твоему повелению подносили тебе кушать, воду, кого-то ты казнил вчера, кого-то возвысил, кондиционер работал над тобою, там еще какие-то вещи. Вчера ты был царь, вчера ты был всем». Ну, сейчас не проводите там аналогии какие-то там, просто вот в этом направлении мыслить. «Вчера ты был всем, а сегодня ты сидишь в яме, в грязной яме». И даже если ты выберешься из этой ямы, то кем ты завтра будешь? А ты не будешь никем. Ты кто? Ты ноль. Потому что даже если ты с ямы выбираешься, то вот просторы, а у тебя ни слуги, нет никого. Ты царь самого себя. Как вы думаете, вот что в сердце такого человека происходит? Понимаете? И это было предусмотрено Богом, чтобы эти люди начали переживать переосмысление. Ну, я дальше немножко пофантазировал, хочу рассказать о своих таких духовных фантазиях. Я представил, что эти люди выбрались из ямы, нашли себе какое-то местечко, возможно, какую-то пещерку, возможно, какой-то домик там, ну, что-то они нашли. И начали вдвоем думать, ну, что ж, надо огонь как-то добыть, надо как-то пищу раздобыть, воду, ну, как-то надо устраиваться, что-то делать надо, мы же не будем умирать. Пока месяц не устраивается, что-то думает, планирует, в это время вы знаете, что Бог повелевает своему другу Аврааму, он берет 318 человек, 318, догоняет сколько? Несколько тысяч, несколько тысяч воинов, отбирает все то, что они забрали детей, женщин, имущество, мужчин, скот, все отбирает назад и возвращается. И вот, друзья, мне бы хотелось, чтобы вы просто максимально представили в своем воображении вот такую картину. Сидят два бывших царя, которые уже на этой земле никто, и вдруг они слышат нарастающий гул. Отчего? Отчего? Гул отчего? Потому что толпа людей идет, дети плачут, женщины кричат, мужики командуют, как всегда. И приближается, эта толпа приближается, и вот я представляю, они там выскакивают со своего места укрытия, и вдруг, вот как вы понимаете, вот их впечатления, они кого видят? Народ! Свой народ, который увели несколько дней назад, увели, вот они возвращаются назад. Вы понимаете вот эти чувства? Ты вот попал в яму, ты был никем, вдруг ты видишь свой народ, назад возвращающийся, у тебя какие-то новые мысли, что-то новое происходит. А теперь, друзья, посмотрите на ту картину, которая меня очень сильно впечатлила, и в принципе привела к вот этому состоянию переосмысления. Давайте мы 17 текста будем читать. Когда же он, то есть Авраам, после поражения такого-то и царей, бывших с ним, возвращался, царь Содомский вышел ему навстречу. Понимаете картина? Идет Авраам впереди, и ему выходит царь Содомский навстречу, подходит к нему, и тут мне казалось бы, что должна дальше быть картина, описана вот диалога между царем Содомским, и Авраамом. И вдруг, по действию Духа Божьего, рука Моисея пишет не так. Рука Моисея отстраняет царя Содомского в сторону от этой картины. И на первый план выходит другая картина. И Милхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою. Представьте картину. Стоит Авраам. Стоит царь Содомский. Потом толпа расступается, величественная походка, идет самая загадочная личность на этой земле, когда-либо жившая. Царь и священник. Милхиседек. И царь Содомский, стоя в нескольких метрах от Авраама, он вдруг слышит возвышенные слова. Благословен Авраам от кого? От Бога Всевышнего. Не от богов таких-то, 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 таких-то. От Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и царь Содомский начинает, во всяком случае, он должен начать соображать. Как вы думаете, что он должен начать соображать с этого момента? Ну, ну, скажите свою теорию, версию. Но он должен был начать соображать. Подожди. У меня же тоже были боги. И я со своими богами вышел, и со своими тысячами вышел свою землю защищать. И не смог. А этот человек, я о нем слышал. Племянник его живет среди нас. И этот человек взял вот этих 300 человек, пошел и отвоевал все мое имущество. Но я думаю, друзья, что это же, ну, ярчайшая картина вот того особого влияния Божьего. Бог начал влиять на них не тогда, когда ангелы пришли в Содом. А Бог особенно начал влиять именно вот здесь. Вот именно в этот момент, когда человек получил возможность пережить вот это состояние, особое состояние осознания, то есть переосмысление. Ты был царь, ты стал никем, и вдруг опять перед тобой твой народ, и ты можешь его получить. И он получает свой народ. И скажите, пожалуйста, что должен был сделать царь Содомский тот вечер, или хотя бы на следующий день, или на выходных ближайших? Что он должен был сделать, по вашему мнению? Как вы думаете? Он должен был прийти в свое селение, он должен был собрать свой народ и сказать, люди, вы были в плену, кто в кандалах, кто в веревках, кто-то, а я в это время находился один. Вот здесь, при этой разрухе, и я пережил переосмысление. Оказывается, всем руководит Бог Небесный. Надо остановиться в наших грехах. Нужно по-другому жить. Вы понимаете, когда Бог подводил его к переосмыслению? И вот, и вы знаете, так это же Бог действует в жизни каждого человека так. Прежде, нежели начнут происходить какие-то серьезные события, которые потрясают, прежде Бог пытается привести человека к переосмыслению, чтобы он был готов к этим событиям, чтобы он пережил, чтобы он обратился. И помните, друзья, без переосмысления обращения к Богу не бывает, практически не бывает. и не бывает. Расскажу вам, я, когда здесь с молодежью мы проводили встречи, я, по-моему, этот, рассказывал этот случай из жизни моего родственника, но я сейчас его расскажу заново, может, кто-то не слышал. у меня был брат двоюродный нашей мамы, родные сестры, его мама старше моей, и она первой пришла в церковь, а потом через несколько лет моя мама пришла. По возрасту он от меня старше был на 8 месяцев где-то, или на 10 месяцев. Ну вот, и звали его так, как меня. И когда наши мамы ходили в церковь, то, естественно, они нас маленькими водили в церковь. Да, церковь там уже и больше 100 лет в селе. И вот тетя моя, она так хотела жить там, где она пострадала за веру, и так хотела жить там, где церковь, и она приехала и купила дом буквально возле церкви. Вот церковь так на возвышенности в селе, а потом 300 метров вот так спускаешься вниз, ни одного дома нет, вот только огород молитвенного дома, огород ихний, и они там поселились. Очень близко. И нас в детстве приводили мамы в собрание, мы там, ну, как дети, слушали, когда не слушали. А когда мне было 15 лет, я уехал из дома, и я перестал посещать церковь. Естественно, он тоже перестал в это время. В 23 года я вернулся назад, пришел в церковь, и еще прежде, чем я покрестился, я нашел его. Мы выехали с ним за поселочек, встали, и до звезд я его... Вот вечером выехали, и когда уже звезды на небе появились, считай, там еще до полуночи, я его убеждал. Говорю, Игорь, надо возвращаться к Христу, надо возвращаться. Я молился до этого, я был в мире, но я молился Господи, я хочу вернуться, я просил, чтобы Бог меня вернул в церковь. И вы знаете, я его убедил прийти на домашнюю церковь, в среду. Он пришел. Побыли на домашней церкви, мы вышли, и я ему говорю, слушай, если ты в субботу придешь на богослужение, то ты останешься навсегда в церкви. Не знаю, почему я так сказал. Он в субботу не пришел. И вы знаете, вот я был в церкви, потом на служение пошел, потом выехали мы на новое место, ну так, и каждый год я приезжал к родственникам. И как только я приезжал к родственникам, то, конечно же, я шел к нему, чтобы увидеться, чтобы с ним пообщаться. Вы знаете, прошло чуть меньше 20 лет, и за это время я вообще поражался, вот как Бог его хранил. Он несколько раз побывал в аварии на мотоцикле. У него был мотоцикл с коляской. То влетит куда-то, то перевернется, то у кого-то врежется. Потом он где-то в драку влез, и не раз, это было, наверное, десятки раз, ему зубы все выбили, у него зубов не было, там вставляли, опять выбивали. Потом он что-то то ли украл, то ли разбой какой-то, его на три года посадили в тюрьму. Он пришел с тюрьмы с туберкулезом, его вылечили. Однажды я приехал к нему, зашел, лужа крови во дворе. Я к тете говорю, что здесь происходит? Она говорит, выпивали с другом, с которым он сидел там в тюрьме, выпивали, потом начали драться, и этот друг начал рубить ему голову. Живой остался. Вы знаете, я смотрел на это, думал, ну другой бы человек, ну уже 20 раз бы погиб. Ну, понимаете, и я вот внутри, честно вам скажу, я всегда ожидал, что его обращение будет самым удивительным. Но если так вот в его жизни происходит, столько событий, и он живой, ну это будет обращение просто неимоверное. Я этого ждал. И вот однажды приезжаю я к нему, ну опять к родственникам, опять же к нему приезжаю, я захожу во двор, он сидит. Сидит на скамеечке, так я подхожу, у него лицо пухлое, там поцарапанное, побитые, руки побитые, пухлые, видно после перепоя он. И он сидит, он даже не вставал, я так встал возле него, начал с ним разговаривать, и потом уже как бы заканчивая разговор, ему говорю, слушай, иди ко Христу, иди ко Христу, я тебя очень прошу. Он поднимает глаза на меня, и у него потекли слезы. У него текут слезы, и он вот так вот руками. Душа не идет. Душа не идет. Вы можете представить, какие глаза я увидел? Глаза плачущие, а переосмысление уже пережить не готовые. Это был август месяц. В ноябре мне позвонили и сказали, твоего брата нет, похоронили его. Ему было тогда 41 год. И когда потом, впоследствии я общался с моими братьями и сестрами, вот там, которые проживают на том месте, они сказали, когда он уже, у него начался там отек легких, отек мозга, и когда мама пыталась ему на ухо сказать, сыночек, раскайся, он знаете, что ей ответил? Никто не может меня переубедить. Все. В процессе жизни Бог ему допускал массу ситуаций, когда он мог пережить переосмысление. И он его не пережил. Он его не допустил в свое сознание. И тогда, друзья, он сказал, никто меня не может переубить. Скажите, пожалуйста, вас не удивляет, почему садомляне окружили дом Лота и сказали, вот такое сказали, выведем, мы их познаем. Вас это не удивляет? Мы с вами, ну да, но такие грешники не ужасные. Но они такими стали ужасными не потому, что они просто такими стали, а потому, что в свое время они не пережили вот этого момента переосмысления. И если человек не переживает переосмысления, он становится в сто раз хуже и делает вот такие вот вещи, и ему не кажется, что это ужасно. Понимаете? Если бы тогда они отреагировали на величественного Авраама, на величественного Мелхиседека, на величественную вот эту весть «Владыка неба и земли есть», если бы была реакция, то начался процесс переосмысления, и сегодня люди бы не ездили на Мертвое море, а сегодня бы люди ездили в самую плодородную долину, где бы жили самые посвященные люди Богу, потому что они бы пережили этот процесс переосмысления. Я бы приезжал на родину и приходил бы к брату, который бы до сих пор жил и ходил бы в церковь, до церкви 300 метров подняться, если бы он допустил вот это влияние Духа Божьего, если бы он в свое время пережил переосмысление. Друзья, Бог заботится о людях, чтобы спасти но люди не хотят переживать это особое состояние осмысления. Но это то, что касается неверующих. Хотелось бы, чтобы сейчас мы прочитали о верующих. И сейчас я прочитаю слова очень знакомые, и хотелось бы, чтобы вы услышали то, что никогда, может быть, не слышали, или не в такой форме вы их рассматривали. откройте Евангелие от Луки, 19 главу. Евангелие от Луки, 19 глава. 41 текста. Я прочитаю текст, и давайте сразу представим в своем сознании вот картину. «И когда приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем». Знакомые слова? Кто приблизился к городу и заплакал? И Иисус Христос приблизился к городу и заплакал. Вы знаете, я себе вот так, когда читал вот этот момент, и я представлял еще, что, наверное, Христос неоднократно вот так вот приближался по утрам, когда Он молился на горе, потом солнышко вставало, и Он приближался к городу и плакал о нем. Но это был день особенный. Знаете, чем Он был особенный? Потому что до этого, вот выше, если будете читать, то люди, люди, Христа вводили в город. Он не был в тот момент один. Перед Ним постелали одежды и пальмовые ветви и кричали «Осана, сыну Давидову!» То есть царь царей въезжал в Иерусалим и вдруг он останавливается, толпа вся останавливается, он сходит сосленка, приближается, несколько шагов делает к городу, посмотрел на него и, понимаете, вот этот контраст? Несколько минут назад Осана и потом вдруг такое состояние, такой глубочайшей скорби и печали. Но это же Иерусалим, это же люди не злые, весьма грешные. Это народ Божий. Это народ Божий. И вот посмотрите теперь на слова, которые мы с вами часто читаем, но мне бы хотелось, чтобы вы услышали, но нечто другое, кроме того, что здесь словами сказано. Нечто другое. А ну давайте, теперь я буду читать. «О, если бы и ты хотя бы в сей день узнал, что служит миру Твоему!» Что вы услышали? «О, если бы и ты хотя бы в сей день узнал, что служит миру Твоему!» Что вы услышали? Неужели нет вариантов? Не верю. Ну, кроме сожаления, еще надо что-то услышать здесь. А ну давайте. Да. Вот смотрите. Я как бы в его словах услышал. Я не обращаю внимания на те сотни моментов божественного посещения. Я не напоминаю вам о том, что Авраам, братец ваш, был ведом Богом и патриархи. Я не напоминаю вам, что вы были в Египте, и я сильной рукой вывел вас оттуда, ни одна казнь не коснулась вас. Я не беру этого внимания. Я не беру во внимание, что море разделилось, и вы прошли по суше, а вот египтяне потонули. Я не напоминаю вам о манне, о манне, которой вы питались. Она появлялась ниоткуда, исчезала, никуда. И так было 40 лет каждый день. Я не напоминаю о том, что вы получали воду из скалы. Я вам не напоминаю о том, что был постоянно столб облачный и огненный. Я не напоминаю вам о тех моментах, когда стены Иерихона разрушились. Я не напоминаю вам, когда вы выходили, просто пели перед врагами, и 185 тысяч они падали мертвыми. Я не напоминаю вам тех моментов, когда я исцелял немощных, когда все ваши прокаженные, которые приближались ко мне, они становились чистыми. Я не напоминаю вам, когда я много, уже при своей жизни, когда много я людей воскресил из мертвых. Это не напоминаю. Он говорит, ну хотя бы в сей день. Скажите по-разному, уже по-другому слышится, да? Вдруг меня посетило осознание, как Христос ценит одним днем нашей жизни. Порой мы всей жизнью не ценим. Порой мы не ценим какими-то событиями. А Христос, Христос смотрит на нашу жизнь и говорит, я так ценю твоим одним днем, потому что в этот день что ты можешь пережить? Особое осознание переосмысления, после которого ты будешь жить вечно. И Христос говорит, я не смотрю на то, что я тебя сопровождал всю твою жизнь, что бы ты ни творил, даже будучи верующим, да? А я все равно тебя сопровождал. И Христос говорит, ой, если бы ты хотя в сей день, хотя бы вот в тот момент, когда я поособенно на тебя влияю. Друзья, неужели нас, адвентистов седьмого дня, нужно сегодня как-то особенно убеждать, что мы твердой поступью приближаемся к последним завершающим событиям? Кого-то здесь надо убеждать в этом? Нет. Разве во многих других вещах духовных надо убеждать нас? Нет. Но с другой стороны, скажите, в чем есть особое состояние переосмысления? Я вам напомню, сейчас, вернее, расскажу два момента таких в обтекаемой форме. Вот Сережа тоже знает того человека с Мариуполя Николай Лисогор, это звезда Ютуба скоро будет, наверное. Это наш бывший брат. И еще лет двадцать назад он покрестился, я помню, когда я только пошел на служение, только-только пошел в девяносто четвертом году на служение, и он был вместе со мною, я помню, Харьков, вот его отчетливо запомнил, такой деловой, такой, ну, он тоже пытался стать пастором, но не получилось, ну, потому что он, в принципе, даже не христианин по своему состоянию. Ну, со временем его исключили из церкви, но он крови попил немало, из церкви, сослужителей, там, доставалось всем. И вот представьте себе, что вот, когда начались вот эти события разворачиваться на Донбассе, в Мариуполе, ну, никто не знал, вот только сейчас мы узнали, когда его уже захватили, а он уже оказался в каком-то там объединении новом, уже и не на последнем месте, там, то ли он был начальником какого-то штаба, то ли, ну, что-то такое. И дает интервью, рассказывает, еще один момент такой был, говорит, я вообще человек не религиозный, никакой конфессии не принадлежу, мне вообще не интересует ничего. и это интервью было за день до того, как его схватили, и вот его уже схватили, ну, арестовали. И я сейчас, вот, когда я узнал, что Колю арестовали, я представляю его состояние, зная его, я представляю его состояние. Как вы думаете, это благословенное состояние от Господа, или это наказание? Вот как вы думаете? А я думаю, благословенное, друзья. доколе он жив, доколе он жив, даже находясь в этой ситуации, а реально его могут просто посадить в тюрьму, ну, это реально. И вот понимаете, что может произойти? Может начаться вот этот вот длительный процесс переосмысления, если он раньше все-таки не мог начаться. И сколько раз я видел таких наших братьев, зестер, я никого не хочу осуждать, просто как факт, были верующими, потом стали неверующими, потом появилась какая-то дерзость такая в жизни, потом цинизм какой-то появляется, потом раз проходит, может быть, 10-15 лет человек попадает в такую ситуацию, которую он даже не мог представить себе. И я понимаю, что это великое благословение от Господа, потому что Господь не желает, чтобы этот человек погиб, а он желает, ну, хотя бы все день. Ладно, ты вкусил благость мою, благословение, потом ушел, потом там начал жить, а как вы характеризуете Иерусалим во дни Иисуса Христа? Там дерзости не было? Там цинизма не было? Вы понимаете? И вот представьте Христа, друзья, представьте состояние Христа и дерзость, и цинизм, и прямое отвержение Его, что только в свою адресу он не услышал, а он плачет и говорит, ой, если бы и ты, хотя в сей день твой. Друзья, мы с вами знаем одну истину, как адвентисты седьмого дня, потрясающую истину. В принципе, именно она в последнее время должна, она призвана держать нас в таком духовном тонусе, что вот ничто не должно поколебать. И это, знаете, какая истина? Я хочу сегодня рассказать вам то, что я пережил в начале прошлого года, в конце 2012-го, в начале 2013-го. И вот именно вот этот момент привел к переосмыслению в отношении этой истины. В Луханске есть семья комиссаровых. Они все время занимались литературой. Они объехали по 10 раз десятки сел. это лет, наверное, 20 подряд они занимались литературой. Лет 16-17 назад Володя комиссаров заболел такой болезненный, сложная форма панкреатит. Ну, его в больницу отправили, хотели делать операцию. Хирург сказал, даже если мы сделаем тебе операцию, то 50 на 50 будешь ты жить или не будешь. А если не сделаем, то все 100, что ты жить не будешь. Но его жена Нина комиссаровна забрала его с больницы, вымолила и выпоила его травой там, подбирала травы, выпоила и Володя продолжил жить. Работал он, занимался литературой и вот в конце 2012 года ему стало плохо, хуже, хуже, хуже. И вот мы встретились с ним, он говорит, опять болезнь вернулась. Ну, говорю, давай сейчас есть возможности, давай, будем как-то деньги собирать, выйдем вот на нашу клинику Лома-Линда. Мы действительно созвонились там, списались с ними, отослали всю, вот перевели историю болезни и оттуда пришло извещение, что да, в принципе, возможно, мы можем его принять на операцию, но тогда, когда пришел ответ, Володе уже было плохо. и еще одна была деталь. Ну, я не хочу там уточнять, просто я считаю, что было откровение, что Володя жить не будет. Я приехал, говорю, Нина, я могу ошибаться, но я считаю, что Бог дал мне откровение, что он жить не будет. И тогда Нина говорит, все, мы тогда никуда его не будем отсылать, ехать никуда не будет, мы должны его приготовить к вечности. И вот начались вот эти дни, когда мы созванивались, когда я приезжал, общался, ему каждый раз хуже, хуже, и вот назначили день Елея помазания. Это было воскресенье. Мы пришли с нашим пастором из Луганска вдвоем, провели некоторое время, пообщались, и мне бы хотелось, чтобы вы прочувствовали вы понимаете, когда ты понимаешь, что человек не будет жить. Здесь некоторые пасторы присутствуют, и пастору легче сказать человеку, верь, и Бог тебя исцелит. Пасторы, легче это сказать, нежели всеми фразами какими-то подводить человека, ты жить не будешь, тебе нужно приготовиться. Я не знаю, чувствовали ли вы когда-нибудь, но я это прочувствовал. Когда мне нужно было своему другу постоянно какими-то фразами говорить, Володя, и вот мы пообщались, помолились и ушли. В понедельник он пошел в больницу, там лег на кровать и умер. И в среду вот были похороны, мы приехали в Луганск, он был пресвитером церкви, принесли вот тело в молитвный дом, пели, ноги высказывались вот о нем. И когда наступил момент проповеди, мне поручили проповедовать, я проповедовал, друзья, я нечто пережил во время проповеди. Когда во время проповеди я представил, что ну просто это мое такое состояние, я вдруг представил, что в тот день в воскресенье, когда мы стояли на коленях и молились за Володю. На небесах во святом святых Христу принесли книгу жизни. И Христос открыл книгу жизни. И чье он там мимо прочитал? Володя комиссаров. Что бы вы хотели, вот, чтобы было напротив в Его имени? Вот я как друг Его, как пастор. Вы знаете, я в тот момент, проповедуя вот о чем-то, я вдруг вот как-то начал остро понимать, подождите, так это же, это же потрясающая истина, в которой просто сегодня нужно пережить переосмысление. Друзья, а кому из присутствующих это ново, что Христос на небесах, что сегодня день примирения, кому это новое? Правда, никому? Никому. Но я ехал домой, понимая, я приехал домой после вот этого события, и я вам скажу, что с марта месяца 2013 года еще не было такого утра, не было, чтобы я не помолился следующими словами. Господи, благослови сегодня тех, чьи из народа твоего, чьи имена очень скоро будут открыты в книге жизни, потому что вдруг я представил, что однажды в один день, я не знаю, когда он будет, но в один день откроется книга жизни, и чье там имя будет написано? Мое, мое имя. А однажды книга жизни откроется, и там будут написаны имена моих детей. Мне бы хотелось спросить, вот, что бы вы хотели в тот день, когда откроется книга жизни, и прочитана будет ваше имя, что бы вы хотели в тот день, вот в каком состоянии пребывать? А вот взрослым, у кого дети или внуки, а что бы вы хотели, когда имена детей ваших или внуков откроются, что бы вы хотели в тот день? Мне один человек сказал, да ты же не знаешь, когда суд перейдет к живым. Не знаю. Но я себе решил, лучше я буду сегодня жить в этом состоянии. И лучше нам в этом состоянии войти в тот день, когда суд перейдет от мертвых к кому? Когда вдруг книга жизни откроется, и там уже на страничке будут не имена, кто умер, а имена тех, кто сегодня, ныне живет. Друзья, это простая истина. Но каждый из нас, как адвентист седьмого дня, просто необходимо каждому пережить переосмысление в отношении этого. Потому что люди гибнут. За несколько недель до того, как начали события такие происходить, я добавил к своим словам каждое утро еще одни слова. Господи, сегодня жизнь некоторых закончится. Я тебе очень прошу, повлияй на них Духом Святым, чтобы они хотя бы мысленно, каким-то образом обратились к Небе. Понимаете? Ну, хотелось бы, чтобы вы еще кое-что прочувствовали. Я, ну вот, по служению ездил по Донецкой, Луганской области, и мне приходилось за один день, там надо было развести подарки с Донецка в Молодогвардейск, с Молодогвардейска в Севердонецк и Рубежное, это в той стороне, где Славянск, и потом оттуда вернуться в Донецк. Я проехал, ну, может быть, 30, а то и 40 блокпостов. Понимаете? И я видел там разные, очень разные. А в субботу, когда ехал в Янакево перед отъездом сюда, то вот представьте, вчера я вез в один город подарки, меня остановили, я там сказал, что вот везу подарки, а потом в субботу этот же человек останавливает, и он уже останавливает меня не просто так, а он стоит впереди, на колено стал, автомат на меня направил, сзади второй человек, сбоку третий. Я вышел, ну, думаю, все, пришло время на землю ложиться. Я говорю, а ты же меня вчера пропустил, я же подарки вез. Он говорит, а сегодня будет так. И, понимаете, вот тогда ты понимаешь, что, ну, а где гарантия, что сейчас клепка у него не западет, и он не нажмет курок? Вот где гарантия? Понимаете? И тогда ты начинаешь понимать, что вот сегодня пятница прошла, мы пришли, чтобы получить отдохновение, это очень хорошо, но плюс к отдохновению, а может быть, наоборот, я бы сказал. Пусть отдохновение будет плюсом к основному, чтобы каждая суббота это был момент переосмысления, это особое состояние осознания, что происходит на небе. И каждый день люди гибнут, и каждый день Христос, Христос, чьи-то имена исповедует. И если завтра, мы не будем знать, но если мы вступим в фазу суда над живыми, то представьте, каково Христу будет, если многие люди на земле утром пробудились и о чем молятся? Господи, благослови из Твоего народа всех, чьи имена сегодня будут открыты в книге жизни. Скажите, каково Христу? Ему плакать хочется или Ему тогда радоваться захочется? Как вы думаете? А я думаю, что это будет радость для Него, потому что люди живут в осознании особом, люди живут в переосмыслении, что пришло время. Друзья, поверьте, проанализируйте еще раз очень знакомую истину. Мы неверующим об этом рассказывали, 2300 вечеровый уют, мы рассказывали, что это прообразное служение, очищение. А вы просто для себя представьте, что каждый день израильтянин жил-жил, а потом один день, для него особый день. А почему особый? А потому что Бог ожидал от него особого осознания, переосмысления. И он приходил к храму, а мысли все его были где? За завесой. Где первосвященник? И вот я хочу вас спросить, скажите, в этот день примирения в Ветхом Завете у израильтянина качество веры было другим, нежели каждый день? Как вы считаете? Другим. Так значит, сегодня качество веры нашей должно быть другим? А качество веры другим становится только после процесса переосмысления. Друзья, позвольте Богу сегодня на основании всего происходящего, на основании того, что Бог влияет на ваше сердце, на основании того, что мы давно знаем. Позвольте Богу еще раз повлиять на наши сердца, потому что, я уверен, Христос именно этого ожидает. Потому что Христос сегодня стоит на церкови и говорит, ой, если бы и ты, хотя, когда? Хотя все и день. И это, это же не угроза жизни, это не принуждение к чему-то. Это великое искреннее желание сердечное Христа, чтобы мы переживали переосмысление. Я бы хотел еще один момент привести в пользу этого. На фоне вот этих размышлений вдруг заново открывается одна вещь духовная из книги Евангелия от Луки, 18 глава. Я напомню быстренько. Там есть слова Христа, которые Он сказал, что всегда должно молиться и не унывать. Помните это, да? И там приводится такая притча, что у женщины была проблема, и она обратилась к кому? К кому она обратилась? Ну, так громко сказать. К судье. А я раньше не обращал внимания, почему Христос приводит здесь пример судью, а не царя. Ведь можно было, многие притчи, многие истории показывают, что люди обращались к царю, а она именно к судье. А потом я дошел до противоречивых слов. Ну вот скажите, это ли не противоречивые слова? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлень защищать, но сказываю вам, подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Вы заметили противоречие? Нет? Что-что? Ну, смотрите, смотрите. Это избранные люди. Написано. Бог ли не защитит кого? Избранных. Избранных. А сколько они молятся? А вопиют день и ночь. И вдруг Христос говорит, а я приду на землю, найду ли веру на земле? Это о тех людях говорится или о других? И вдруг мне пришло такое осознание. Так подождите. Получается, что можно быть избранным и день и ночь молиться о качестве веры какое-то другое. Друзья, и Бог желает, чтобы сегодня, как написано в послании к евреям, вот своей верой мы научились входить во святое святых, куда притечью за нас вошел Христос. Желаю сегодня вам пережить особое состояние переосмысления. И хочу спросить вас, как бы вы хотели пережить переосмысление, находясь в воздухе, в самолете, когда пошел дым в салон или загорелся двигатель? Находясь на корабле, и случилась пробоина, находясь на месте военных действий, и вдруг ты оказываешься в эпицентре событий, или вот так вот пробуждаетесь завтра утром, и вдруг вы начинаете переживать переосмысление. Становитесь на колени и говорите, Господи, благодарю, что живу, и очень тебя прошу, благослови тех, чьи имена сегодня будут открыты пред лицом Твоим. Я желаю вам ежедневно переживать особое состояние переосмысления. Помолимся об этом. Милостивый, добрый Отец наш, благодарны Тебе за ту радость, которую Ты нам даешь в осознании Твоей Божественной истины и Твоего отношения к нам. Ты Бог наш, Ты Спаситель наш. Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословил нас не только слышанием, но и принятием Твоей Божественной истины. Господи, все вы здесь собрались, кто знает очень хорошо и Библию, и вероучение Церкви, и мы знаем великую истину, самую великую для последнего времени, то, что сегодня Ты находишься во Святом Святых, дабы сказать последнее слово, свое последнее слово в отношении каждого из нас. Благослови нас, Господи, чтобы мы все до единого подошли к этому Дню Торжественному в нашей жизни с полным переосмыслением, с особым состоянием осознания. Благослови, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа.